Вильнюсский, Рижский квартал И вот здесь снова старая песня Все увалено, так добротно Кто-то очередной ремонт, дачные работы, ветки, строй мусор Хотя на баке уже просто написано, что дополнительный вывоз мусора Вот в таком объеме, как здесь навалено, это платная услуга, платная Надо звонить, договариваться и за свои же деньги вывозить А теперь за вот эти мешки снова заплачу я и каждый из вас Ну я лично не готов это делать, мне есть на что тратить деньги Вам, наверное, тоже есть на что тратить деньги Поэтому, ну, наверное, надо как-то нам, внутри общества, саморегулировать вот такую ситуацию Еще раз внимательно прочитайте это объявление В год можно сюда вот таким образом выбрасывать 0,14 метра кубических Вот посчитайте, сколько это 0,14 метров кубических 0,14 метров кубических в год Это примерно два вот таких мешка Вот два таких мешка поставили рядом с мусоркой Все, в год вы лимит свой оплаченный выполнили Все остальное, все, что вы наваливаете За это уже ЖКЦ оплачивает своими деньгами А по факту это получаются деньги абсолютно всех славутичан Здесь в Рижском у меня под боком вообще какая-то странная, непонятная полусвалка Всегда здесь гора чего-то наваленного Там вон песок накрыт одеялами еще с зимы Здесь все по методичке Упаковка, пенопласт, старая мебель, какие-то вазоны Вот такая нескромная куча Мусор классический С коттеджей ветки и деревья С подвалов какая-то старая мебель Пакет из какой-то одежды И в общем все как всегда Причем вот баки явно забирали недавно Этот наполовину заполнен Этот вообще пустой В Белгородском тоже все по-старому Ветки с коттеджей Какая-то труха от мебели старая И так припрятан еще пакетик нескромный с мусором Бак пустой Здесь посмотрите куча такая дачная Классическая тоже от коттеджников Уже почти в высоту контейнера И по традиции за кучей конечно же так припрятан пикантно мусор в пакетах И здесь же в Белгородском огромная куча Потом баки пустые И снова куча Просто наваливают эту кучу Пакеты с чем-то Доски всякие садовые Обрезки Вариантов всего три Либо так и будет продолжать подрядчик убирать ЖКЦ ему платить А потом поднимать тариф абсолютно для всех Даже если вы совершенно никогда не выносите вот такой вот мусор Рядом с баками не кидаете Но это делают в таком количестве ваши соседи То тариф неизбежно будет подниматься А уже после этого вы неизбежно будете за это платить Либо подрядчик уберет, а ЖКЦ с ним не рассчитается И это будет убыток подрядчику и сигнал, что с ЖКЦ не надо работать Что в конечном итоге просто выльется обратно же в мусор на улице Либо ЖКЦ оплатит подрядчику со своих денег И будет медленно, но верно идти к банкротству В любом случае тот, кто это выбросил, взял на себя ответственность за все три этих зла Я снова напротив вильнюсских коттеджей В той точке, откуда я начинал это мусорное путешествие Только уже месяц спустя Месяц-полтора И здесь не то, что улучшилось, а только ухудшилась ситуация Выезд из Славутича в сторону Гуты, в сторону Микшиновки И здесь уже привычная нам картина Ну а что, мы любим стабильность, хотим ее Вот она наша стабильность Причем люди, которые это сделали Я уверен, требуют от ЖКЦ, от городских властей Более качественной уборки Покоса газонов Каких-то мероприятий по благоустройству Так вот здесь в том числе Эти деньги, на которые бы эти мероприятия выполнялись бы более качественно А так они будут пущены на вывоз того мусора, который вы сюда сложили Так что, пожалуйста, начинайте ценить деньги всех своих сограждан Пока ваши же соседи не начали вас этому учить Пока Уважаемые дачники, Сгуты, Смикшиновки Как там в этом году? Клубничка уродила у вас? Белый налив завязался? Нормально все А за мусор не переживайте Даже не смотрите туда Там все нормально Не берите в голову ЖКЦ подрядчики бесплатно уберут Все нормально Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!